Всем привет! Меня зовут Максим Олегович, и мы продолжаем подготовку к планиметрии из профильного ЕГЭ-2018 по математике. Сегодня мы не будем разбирать какую-то конкретную 16-ю планиметрическую задачу. Сегодня мы поговорим об одной красивой и мощной теореме. Вообще говоря, это одна из моих любимых планиметрических теорем, которая очень сильно упрощает жизнь в планиметрии и помогает решать сложные задачи. Соответственно, разберемся, что это вообще за теорема, разберемся с формулировкой, ну а затем какую-нибудь несложную задачу для примера решим с помощью этой теоремы. Итак, вашему вниманию, теорема убийца или теорема минилая. Что мы вообще имеем в этой теореме? Смотрим, у нас есть треугольник А, В, С, и есть некоторая прямая, пересекающая две стороны треугольника в точках С1, А1 и продолжение третьей стороны АС в точке В1. Почему эти точки так называются А1, В1, С1? И почему, да, лежат именно на этих сторонах? Так, это удобно так обозначать эти точки, просто потому что, вот, например, точка С1, да, она находится на стороне АВ, а сторона АВ напротив вершины треугольника С. Вот почему здесь С1. Соответственно, здесь вершина А, поэтому здесь А1. Здесь вершина В, поэтому здесь В1. Вот. Соответственно, теперь в чем суть теоремы, да? Если мы увидим на чертеже, на нашем геометрическом, вот такую картинку, где есть некоторый треугольник, и проходит какая-то прямая, пересекающая две стороны треугольника и продолжение третьей, да? А, кстати, такую картинку мы видим очень часто, то есть в этом, опять-таки, крутости этой теоремы, что эта картинка очень распространенная, да, в геометрии. Так вот, если такую картинку мы видим, мы можем записать следующее. А, С1 делить на С1, Б, то есть взяли отношение вот этих отрезков А, С1, С1, Б, умножить. Берем отношение вот этих отрезков, БА1, А1С, умножаем. И последнее отношение С, Б1, Б1, А. И все это произведение равно единице. Вот. Как запомнить, в каком порядке брать вот эти отрезки и эти отношения? Очень просто. Есть правило под названием вершина-точка, точка-вершина. Вершинами будем называть точки А, Б, С, да, то есть вершины треугольника А, Б, С. А точками будем называть вот эти точки С1, А1 и Б1. Соответственно, теперь смотрим. Правило вершина-точка, точка-вершина. Смотрим. Берем любую вершину, например, взяли вершину А. И идем по кругу, по правилу вершина-точка-точка-вершина. Вершина-точка-точка-вершина. Вот у нас с вами получилось первое отношение. А, С1, С1, Б. Идем дальше. Вершина, точка, точка, вершина. Б, А1, А1, С. И так далее. Берем следующее. Вот самое сложное, да, здесь оно не такое очевидное отношение, как в случаях, когда точка лежит на стороне. Но здесь правило вершина-точка. Точка-вершина тоже помогает. Вершина это С, вершина точка, Б1, точка, Б1, вершина А. То есть правило вершина-точка-точка-вершина легко помогает запомнить формулировку вот этой теоремы. Вот. Соответственно, надо понимать, что эта теорема верна в обе стороны. Что я имею в виду? Во-первых, это то, что я уже озвучил. Если мы видим такую картинку, то мы можем написать вот это, и это будет верно. И, соответственно, обратный факт, что если у нас есть треугольник А, Б, С, и на двух сторонах треугольника есть точки какие-то С1, А1, и на продолжении третьей стороны есть точка Б1, то есть именно точки, да, а не прямая, и для этих точек выполнено вот это, это значит, что все эти три точки С1, А1 и Б1 лежат на одной прямой. То есть что через них можно провести одну прямую. То есть понятно. Обратный факт такой, что если вот эта штука выполнена, то можно провести одну прямую, проходящую через три точки, таким образом, что эта прямая будет в этих двух точках пересекать две стороны треугольника, и в третьей точке пересекать продолжение третьей стороны треугольника. Ну вот, обратный факт используется гораздо реже, чем прямой. То есть чаще всего я применял на практике именно факт о том, что я вот видел на чертеже, что у меня есть вот такая геометрическая конструкция, да, и сразу из этого писал, что у меня есть вот такая вот строчка, подставлял сюда известные какие-то отношения из условия задачи, и что-то выражал, и что-то доказывал, и это было успешно. Вот, собственно, такая теорема Менелая, вот такая формулировка, немного поговорили об этом. Давайте теперь разберем какую-нибудь простую задачу просто для примера. Итак, имеем вот такую задачу. Есть треугольник АВС, есть некоторая прямая, которая пересекает две его стороны АВВС в точках С1 и А1, соответственно, и продолжение третьей стороны АС в точке В1. Известно, что точка С1 делит сторону ВА в отношении 1 к 2, считая от точки В. То есть ВС1 это будет Х, а С1А это будет 2Х, да, Х делить на 2Х будет 1 к 2. Точка А1 в середине стороны ВС требуется доказать, что АС отрезок равен отрезку СВ1. То есть нам даны какие-то отношения, а нас просят доказать равенство этих отрезков. Ну, соответственно, все, мы понимаем, что это классическая картина теоремы Менелая, да, вот здесь у нас, я поставил памятку по теореме Менелая, да, все одно и то же, и понимаем, что здесь у нас есть какое-то отношение отрезков и здесь. А вот тут что-то нужно найти. Не стесняемся, берем спокойно и начинаем писать. Поехали. Правило вершина-точка, точка-вершина. Итак, АС1 к С1Б умножить на БА1 к А1С, вершина-точка-точка-вершина. БА1 к А1С и умножить на вершина-точка-точка-вершина. СБ1 к Б1А. Все это дело равно единиц. Подставляем отношения, которые у нас есть. АС1 к С1Б это 2 к 1 умножить. БА1 к А1С это 1 к 1, да, потому что они равны. И умножить на отношения СБ1 к Б1А. Пока так и остальное. Все это дело равно единиц. Выражаем отношения СБ1 к Б1А. Оно равно, ну, здесь единичка не нужна, двойка переходит сюда. 1 к 2. Так, СБ1 относится к Б1А как к 1 к 2. Это значит, что если СБ1 это Y, то Б1А в два раза больше, то есть 2Y. Но если это Y, а это 2Y в два раза больше, то 2Y минус Y, это значит, что АС это тоже Y. Итак, мы доказали равенство отрезков АС, СБ1. Если писать вот так вот в длину, то решение уместилось бы в одну строчку. Понятно, что эту задачу можно решить с помощью дополнительного построения, с помощью еще каких-то манипуляций. Но теорема минилая позволяет просто сразу, особо не думая, понять, что конструкция подходит, применяем и задачу решаем. В общем, советую обратить внимание на эту полезную теорему. Запомнить фанулировку с помощью правила вершина-точка-точка вершина не так сложно. И советую обращать внимание на такие конструкции и пытаться пробовать ее применять. Это не последняя полезная теорема, о которой я буду говорить. В следующих выпусках поговорим обязательно о теореме Чевы и теореме Ван Обеля. Они похожи на нее. И когда у вас будет уже в руках не только теорема минилая, но еще и теорема Чевы и Ван Обеля, то есть 3 диких инструмента, вы сможете очень успешно их комбинировать. И бездельцы дальше, где будет много вот таких отношений, сможете вообще классно работать, все выражать и решать планиметрию. Все, до новых встреч, всем пока!